Далее утро. На самом деле все просто. Любой бизнес, любая продажа предполагает, что успех зависит от количества. Количества покупателей, количества клиентов, количества дистрибьюторов. Чем больше людей пользуются твоим товаром или услугой, тем ты успешнее, все ясно. Поэтому все, кто на блоге на моем ответили на мой вопрос, какой фактор является решающим для успеха ресторана, который находится на дороге, на трассе еды. В принципе все правильно ответили, безусловно. Все, что сказано, все имеет важное и решающее значение. Но количество людей – это цель. Количество посетителей в ресторане – это цель. А как ее достигать? Достигается на следующем уровне. Я не специалист в области общественного питания, ресторанного дела и так далее. Просто здравый смысл мне подсказывает. Существует целый ряд моментов, которые необходимо учесть для успеха в бизнесе. В этом ресторанном, допустим. И многие указали совершенно верные вещи, правильно. Но с чего так все начинается? Всегда есть что-то самое первое, с чего все начинается. В театре все начинается с бешенки. Я очень много езжу по дорогам, питаюсь в ресторанах и у меня есть опухи определенные. Все начинается для человека, который ездит на автомобиле и хочет поесть в придорожном ресторане. Начинается со стоянки. Если стоянка удобная, большая, большая, очень важно, большая, хорошая, хорошо оборудованная, защищенная, не опасная. Если машину не надо бросать, если не требуется никаких дополнительных усилий, чтобы не припарковаться, а просто свернул, съехал и встал. То тогда появляется шанс для всего остального. И показать чистоту, и унитаз, и меню, и цены, и официантов, и поваров, и тарелки, и все, 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 что здесь перекипалось и еще много чего. Какой тяжелый же все-таки бизнес по сравнению с нашим. Сколько надо предусмотреть всего. Но начинается все исключительно со стоянки. Я знаю, у меня есть в моем опыте такие случаи, когда я чудом просто останавливался. Просто чудом, потому что приткнуться даже негде. На две-три машины какой-нибудь закуток, и так все сделано, что ну никак не встанешь. Просто это надо где-то объезжать, куда-то подъезжать, специально тормозить и тратить время на то, чтобы подъедать. И ты каким-то чудом туда попадаешь, останавливаешься и вдруг обнаружишь, какая вкусная там еда, и недорогая, и официант улыбающий. Думаешь, вот я не знал. И не узнал бы, если бы чудом не остановился. А подумали они бы сначала над стоянкой. И все. Все остальное уже прикладываются. Итак, для успеха на дороге самое главное стоянка. Сергей Синитович, Сергей Синитович, первый написал, что это правильный ответ. Правильный ответ, на мой взгляд, это стоянка. Это можно и к нашему бизнесу приспособить. Если мы можем легко и просто заводить людей в наш бизнес, им где есть припарковаться, хороший, простой, удобный, доступный сайт, который не перегружен информацией, который легко воспринимается. Вот мой сайт. Я отправляю туда человека, он заходит и всего лишь пять минут информации. Ему некуда ни влево, ни вправо, ни уйти, ни сбежать, никуда не денешься. Он кликает на единственную кнопку, куда можно кликнуть, включить видео. Больше некуда. Больше некуда. Вариантов у него нет. Он припарковал. Он встал. Он здесь. И если с первых секунд, с первых минут картинка, человек и слова, которые он выпускает, ему интересны, то есть шанс, что он дослужит до конца. И дальше уже все начнется. Все начнется. И вот там уже определяется, будет поток или нет. Будет успешен двигаться или нет. Но для начала ему надо припарковаться. О как. Итак, правильный ответ. Стоянка для автомобилей. Хорошо оборудована. Удобная для того, чтобы съехать с дороги и быстро припарковаться. И большая. Чтобы сразу было видно, что место популярное, здесь народу много. Здесь что-то происходит. Здесь качественно. Машины стоят все крутые. Наверное, здесь хорошая пища. Точно как у нас на тест-драйве. Вчера на тест-драйве почти 1700 человек. Просто так вечером собралось 1800 человек. И о чем-то там говорят. Первый человек, который попал туда в первый раз, неизбежно задумается. Вот это да. Вот это стоянка. Тут что-то происходит. Надо разобраться. Я желаю вам удачи. Удачи! 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 Удачи!